Этот дом вырос за несколько лет в самом центре краевой столицы и сразу стал мечтой для многих барнаульцев. Небоскреб в 25 этажей, его видно из любой точки города. Работа здесь близится к завершению и большая часть комплекса уже запущена. Машины ездят только вот здесь. То есть, по сути, дети или еще кто-то абсолютно находятся в полной безопасности от транспорта, возможных гонялок. Это если кратко об особенности дворов закрытого типа, поэтому припарковаться на машине во дворе не получится. Ну разве что скорая заедет или груз нужно будет подвезти к подъезду. Однако жильцы рассказывают о других изюминках этого элитного дома. Парадные входы оказались для них недоступны. Это так называемая красная линия, где расположились офисы. Поэтому проход в квартиру им организовали со двора, чтобы не нарушать концепцию. С красной линии вход в блок-секции не предусматривался проектом никогда. То есть, на данные мероприятия были выполнены компанией-застройщикой на момент производства ремонта строительных работ в квартирах, чтобы собственнику было удобно, чтобы была возможность подвозить материалы, грубо говоря, с красной линии, и уменьшать трудозатраты их работников на перенос, перетаскивание. Потому что это определено. То есть, мы считаем, что мы, как никто другой, заботимся о комфорте людей даже на момент ремонта. К концу этого года, говорит застройщик, все работы на объекте выполнят. А что касается труднопроходимого пути к квартирам, так это еще надо дождаться окончания стройки. Обещают, лестницы и пандусы здесь появятся. Люди будут заходить через две рампы, на которых будут сформированы специальные места для движения пешеходов. Опять же, повторюсь, ну, насколько я слышал, люди сетуют на то, что будет намерзать лед или еще что-то. Поэтому там выполнена кровля. По словам представителя компании, жильцы явно недооценивают преимущества проекта. Тем более, что во всей Европе сейчас стремятся к концепции закрытого двора. А все неудобства сами собой исчезнут, как только стройка полностью завершится. Анара Шегирова, Андрей Печоркин. День с толком.